Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness и я, его ведущий, Крафцев Сергей. Наша тема сегодня это боли при остеохондрозе, а точнее причина боли, которая, в общем-то, что провоцирует эту боль, да? В общем, провоцирует ее миофасциальный синдром. При миофасциальном синдроме, допустим, могут быть боли как локальные, так и эрадирующие куда-либо. Ну, очень свойственно это, например, эрадирующая боль от трапеции у нас будет в руку, к примеру. Классическими жалобами при миофасциальном синдроме являются это боли наши между лопаточек. Как правило, боли между лопаток будут иметь хронический характер. Потом могут появляться боли в спине при длительном сидении на мягком кресле или мягком диване. То есть, мы встаем и чувствуем, что нас как будто немножечко сковало. Могут испытываться достаточно яркие и, опять же, как бы локальные в триггеры боли при стрейчинге. То есть, будет тянуть именно то место, которое больше поразил миофасциальный синдром. Сами триггерные, так называемые, зоны, то есть, там, где больше поражено место, где больше поражено миофасциальным синдромом, оно у нас характерно тем, что, как мышца такая вот трапеция, очень часто у всех заметно, что она становится такая, как шланг, твердая, или можно какую-то капсулу даже самому прощупать. И, соответственно, таким образом можно сказать, что там именно у нас локализуется миофасциальный синдром. То есть, мышца не может расслабиться. Она гипертонизирована, спазмирована и еще при этом как будто склеена. И вот давайте теперь обсудим причины этих склеек. Что же такое вообще само по себе этот миофасциальный синдром? Чем же он является? Что его вызывает? Конечно, есть различные факторы риска. Но, как правило, основной причиной миофасциального синдрома, но особенно западные специалисты, называют разрастание фиброзной ткани. В общем, фиброзная ткань разрастается с средьмышечного волокна и тем самым склеивает наши мышцы, не давая им быть эластичными, не давая им принять свою нормальную анатомическую форму, особенно у парных мышц, не давая одной из пари мышц, как правило, быть симметрично расслабленной, так же, как и другая. И, допустим, при склеозе очень часто возникает миофасциальный синдром. Считается, что фиброзная ткань в этих случаях, она как защитная, да, действие у нее на постоянную гипертензию, ну, того плеча, которое, соответственно, испытывает повышенный тонус, там все где, оно выше. Вот, и, соответственно, из-за этого мышца сначала, к примеру, вы сидели очень долго, да, я буду сидеть, она гипертонизируется постоянно, ну, к примеру, вы сидели и облокачивались на правую сторону. Образовался триггер, она больше не может расслабиться, вы уже в покое начинаете приподнимать плечо, потому что триггер образовывается, миофасциальный синдром начинает провоцироваться, да, и потом уже это перерастает в склеоз, потому что уже по принципу мышечных цепей и, да, взаимообратных связей сформировался такой мышечный стереотип, и потихонечку плечо вывелось просто вверх. Ну, и, соответственно, потихоньку, полегоньку с годами вывелись позвонки. Вот такой вот миофасциальный синдром, так вот он очень интересно работает, то есть, смотрите, по сути, это все наши остеохондрозы, это все причины, как правило, даже сброса какого-то на грыжи, то есть, в каком плане сброса. То есть, человек только грыжу пролечил, снова пришло обострение, только перестал испытывать боли, что-то гипертонизировал, остался какой-то триггер у него, триггер не досняли или даже не занимались, в общем-то, вопросом устранения триггерных зон, все, в общем, будь готов лечить заново. Поэтому очень важно заниматься лечением миофасциального синдрома, точно так же, как вы срочно бежите себе лечить болевой синдром, который вы испытываете ярко, да, то есть, вот эту вот яркую боль. Но многие забывают о том, что нужно долечивать, долечивать сам миофасциальный синдром. Как же он лечится? Видео о миофасциальном синдроме я снимал, можете посмотреть, в подсказочках будет. Ну, а с вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness, да пребудет с вами здоровье, друзья!